сегодня понедельник и программа грани в эфире я вас приветствую всех и у нас правда уж очень награни человек я всегда это слово употребляю в моем эфире но что делать такова грузинская действительность у нас очень много талантливых людей да особенно в творческой группе особенно певческой особенно в танцевальной сфере я даже не знаю и вообще у нас сегодня очень многогранный человек который приносит позитивные эмоции куда бы этот человек не появился и у нас сегодня у нас сегодня лучшая певица года обладательница приза овации грузии автор исполнитель песен года грузии при за самую оригинальную музыку также в грузии лицо года лучшая певица года обладатель приза мега лучевокально инструментальный ансамбль года и также недавно совсем недавно она была лучшая джазовая певица в москве и так далее и тому подобное если мы будем все это перечислять на занято очень много времени у нас сегодня великолепная но катамадзе добрый день но добрее я знаю как я вас захватила как я вас привела сюда я очень рада что вы нашли для нас время потому что я знаю ваше расписание у вас все расписано по минутам и я вас благодарю от имени радиостанции джако и вот я даже не знаю чего начать нашу программу просто ворвемся что такое джаз вашей действительности спасибо что пригласили вообще определение часа для меня это как-то не только слово не только музыкальное направление целое такая философия который тебе позволяет как-то абсолютно ответили многогранно абсолютно с многими такой красивый палитрами пойти жизни ощущать ее и как-то глубоко почувствовать и во-первых во вторых я хочу сказать что я всегда приходится сказать что я абсолютно не джазовая певица потому что это что-то другое более свободное и что-то новое да ну я не знаю настолько это новое но конкретно не джазовая потому что час полисла сложная музыка более более интересная и такая другая чтобы прийти к нему нужно пройти очень много много дорогу и ну по крайней мере а как вы называете вашу я не знаю она очень оригинальная и ни на что не похожая как будто бы далее такой фри такой грузинской фри такой свободно и чуть-чуть классическими этническими как вы и газовыми и роковыми и много как это следует но многое мы помним ради разная фиша и было написано как и там много час рок фанк очень длинное такое название но на самом деле чтобы определиться ну просто уже как вы пришли к такому к такому не джазовому джазовому вокал так как-то отнестись знаете что вот сегодня можно сказать что действительно ты твое выражение или музыкальными или в художество любом художественном плане то что ты любишь твое слово да действительно потому что ты я очень люблю классическую музыку и я никак не могу отойти от этой формы даже когда вот и вокально и классическом плане то есть есть какие-то элементы которые абсолютно свободно использую во время пения и она мне помогает технически и то есть как-то я люблю час это вот этот свободная форма то есть когда ты позволяешь себя ну как-то вот закрыть и проявить и и и и творить вот тогда вот когда ты находишься на сцене и вот не за и фольги этника который для меня самое важное такое начало и думаю что мое сердце вот там и бьется потому что там чистота там борьба там любовь там желание быть абсолютно автентичным такое правильным и индивидуально вот как бы был как ваши вокальные возможности позволяют вам это там петь ваши песни никому не дано я я так думаю я так знаю потому что не могут нет повторить ваши песни очень трудно и даже ваши песни кто-нибудь поет вы же пишите песни не на то у народа не будет вашу песня как именно вашу не на народном так конечно про взяться ваша песня конечно какая-то песня ну это поет и улей однажды даже не грузинскоязычная люди просто смешно что они переводят они то иногда думают что без текста которые они тоже на них называют вот аптечий язык и ну поют то там же два вопрос вы себя находите там вот такая конечно конечно это знаете что больше я могу сказать что я даже не ищу себя там главное что она продолжалась и что-то кто-то получил этот этот как бы сигнал сигнал этот то что ты отправляешь и дальше она там таким образом и продолжается то есть вы когда поете ваши песни и невозможно вашу песню повторить одинаково на всех концертах я не знаю мне так кажется потому что такие вокальные переходы что запомнить это или написать на нотах и потом пропеть это невозможно дали на самом деле это не какой-то не какое-то как бы как прием типа показать себя разных сторон нет но это способ это это какое-то свободное отношение к слову такой эмоциям и это говорит о том что сам процесс учить тебя много чего потому что слова которые используются в песне можете бы научить как каждое что-то по-другому посмотреть и жизни и состоянии и мудрость и все 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 вместе поэтому это свободное отношение каждодневное чтобы она по-разному она абсолютно знаете что когда ты каждый раз очень 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 такой готовишься к этой встрече с музыкой и чтобы опять понять что-то жизнь под как как-то по-другому поэтому вот как это ваша песня изменила вам что-то в жизни конечно всякая песня всякая конкретная как ну и я я так не 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 умею просто что как это вот да есть какие-то песни которые допустим технически очень сложные когда именно физика должен быть очень таком физика тоже обязательно это физика потому что а фразы и вот этот дыхательные вот эти совпадки да то есть она должен быть настолько динамичная связь друг друга потому что иногда звука тут это такое то есть звуки слова не надо сказать вообще достаешь откуда другого места просто там чтобы и фальцет другое форта пиани сего то есть очень в разные позиции физически разного позиции поэтому вообще и ведь который находится на сцене должен обладать физическими возможностями я не прямом смысле этого слова да не сохранить дыхание сохранять позу за двигаться в конце концов да я когда я даже не могу смотреть на себя и тогда так я себя веду на сцене что я думаю боже мой на что я заставляю слушателей смотреть но иногда это ваша реакция это иногда но иногда но я не не могу контролировать не то что контролировать я не знаю как иначе вытащить изнутри простоту или мальчик эмоцию вот она просто потому что она ничего очень-очень-очень скулы на и души идет вот вытащить эмоцию это значит выходя на стену вы всегда не всегда бываете в одном и тоже настроение правильно конечно и эмоции могут быть разные на одной и тоже песни да да обязательно так и должны вот пойму я как подхожу к этому что как вы одну и ту же песню про поете в эмоциональных состояниях там там есть несколько такой такие такой технические приемы как когда вот допустим не то что настроение есть много чего но в жизни все всякая нога допустим это очень самое лучшее один раз я помню что мне еще я настолько перед выходом просто заболела по сзади что этот целый концерт держала вот руками и вот так иногда было что я прямо было так такой простуженная что мне звучало четыре нотки прямом смысле но зрители этого не замечает к ней они замечают все зрители вот всегда вот нельзя это говорить слушатели замечу не только замечают они чувствуют все абсолютно с первой абсолютно и если ты большое большое время то есть даже когда ты у тебя звучит четыре нотки и ты все равно выкладываешься и ты готова умереть просто потому что никто не виноват что ты где-то простудился и кто-то не пришел во время или что-то и они все делают для того чтобы свои свои получить не то что получить а пришли для тебя чтобы у тебя это не то что они пришли получить и ты пришла чтобы да это праздник просто это встреча главная встреча там возможность разговаривать обо всем о мире о войне а а несправедливости а справедливости и это происходит капельку капельку это происходит это важная часть самое важное не то что ты пела или они пришли к тебе летли что-то важное чтобы уже встреча произошла а произошла и поэтому не то что просто ты должна быть не только с репертуарами песнями это абсолютно я готовлюсь к каждому концерту потому что за за и каждый раз у нас такая непростая история не только просто иногда бывает что просто нет силы идти и выйти и сказать что я вас люблю потому что есть такие истории как которые вот сегодня тоже происходит нашей для нашей прекрасной грузии нет это силы уйти это в такой стране как россия выйти искажать любовь но надо найти это слово сказать иначе потеряет и сам любовь свою 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 роль и искусство теряет свою роль ну ну и чтобы сказать всегда везде сказать что мы мы лишь для того встречаемся чтобы победить войну когда был 2008 год мы и мы приехали шевчук сделал юрий шевчук сделал такой акцию о мир такой и там были абхазии наши братья осетинцы украинцы и российские и на это была такая история что где-то в москве и в питере что когда нам сказали что должно было на сцене выйти какой-то генерал юрий отказался и был тратить семь или тысяч восемь тысяч человек и нас у нас сняли охрану то есть мы были абсолютно беззащитные и это было на стадионе на это было на олимпийский и там и знаете что было самое важное слово в этом что такая такая песня мы спели с юром который юрий написал сделать счет до любви сложнее чем победить на войне мир назови мир назови зови имя своей стране поэтому есть много вопросов жизни как человек как как а человек просто хочет что-то другое абсолютно сделать но есть еще такое другое об совершенно такой ответственный и сложнее это за сложнейший и сложнее еще то есть у нас как человеке мира как человеке искусства чтобы носить все время какое-то такое-то зерно каждый каждой секунды хотя бы спасти одного человека от неправильное мышление или от злости и это делает искусство и искусство делает искусством вот в это вот бывают случаи и фильмах бывали таки во время второй мировой войны есть отец солдата если помните люди уставшие в окопах лежат и вдруг приезжают музыканты которые хотят их как-то развлечь вы знаете что я абсолютно понял но тогда все были в одной состоянии тогда был война везде мировая война и люди переживали абсолютно одно и тоже страшнейшие истории ну кто-то как кого-то убивали дети но сейчас совершенно другая жизнь понимаете когда ты живешь сегодня с одной жизни бегаешь на каких-то выборах потом бегаешь другой жизнь и стараешься как-то же выжить какой-то третьей четвертой от твоя музыка или искусство твоей жизни просто просто без дополнительный какой-то профессия который тебе приносит славу или деньги да тогда тогда вообще вопрос правильно ли это или не вопрос вообще творчество и его сила и его его роль в общем мировой культуре в чем тогда это абсолютно переходит в таком же последнем плане как со творчество для этих людей то поэтому очень сложно ходить на этот путь потому что сказать на страшнейшие предложения которые именно приносит огромнейший денег отказаться и просто ходить по путям по токов творческих путям и еще там тысячи это очень непростая история поэтому очень сложно сейчас разделить именно именно та дорога кто-то что-то требует просто кто-то кричит и думаю что это ли я вас знаете что спросила я не про политику спросил я спросила вообще музыка я говорю я слушаю музыку для них это было приятно они спали но все равно я какой-то надежду в них я я об этом говорю что сегодня несмотря на то что нету такой такой как бы тот война и не то не столько жертвы но все реже же такое духу душу душа баса болит в везде каждый секунд я stad из и страшно истории происходит хотя бы как будто не война но для меня все равно война да и поэтому музыка должен быть и пяти там где война там где нет это то она должна звучать там где что нужно везде она делает она делает останавливает время и ты переставишь думать о плохом ты переставишь думать о страшном ты перестаешь думать и хочешь только быть ты получаешь энергию ты получаешь силу чтобы быть правильным и быть честным и готовы умереть за это. Это только делает творчество. Все. Вы были в когда-нибудь такой ситуации? Я очень часто прохожу эту ситуацию. Да, где это? Везде, где горячие точки, так будем называть. Где нет много музыки. Это не стоит сейчас об этом говорить. Потому что неудобно перед слушателем, потому что не все думают так. На самом деле, со стороны это другому чувствуется. Везде, где война, надо быть там. Где информационная война, надо быть там. Везде, где нужно говорить, что мы лучше. Снимает накал, наверное. Да? Немножко позиции выносит. Не только. Говоришь о любви. У тебя есть два часа говорить о любви. Когда вы куда-нибудь ездили на гастролях, там же бывают разные, не то что разношерстные, люди с разных сторон мира. Да. И они одинаково воспринимают вашу музыку или как? Ну, знаете, музыка, это мовлина. Явление. Явление, что вообще в природе как стихия. Такое явление. поэтому, кто как воспринимает, мне кажется, что, принимая все одинаково, но как-то потом аплодируете абсолютно по-своему. И, ну, есть очень много такой интересной истории. Даже не верится, что на твоем концерте происходит так. И мне неудобно. Нет. Не хотите. Хотелось бы остаться чуть-чуть скромными. И так я целую часть придется разговаривать. Вашу скромность. Что, например, где вы почувствовали, что вы... Есть истории, которые люди познакомились, допустим, на наших концертах. Люди потом... А через несколько время они приходят с детьми. Спасибо вам. Так честно. Просто люди, которые объясняют любви прямо со сцены. Есть люди, которые абсолютно думают, что Грузия совершенно другая. И они понимают, что нет, это не так. Что она развивающая абсолютно современная страна. То есть, которой желает только мир. Есть люди, которые думают, что вообще Грузия – это Советский Союз. Ты когда вот за границу, за куполь приходишь, ну, там миллиард позитивных, как бы, историй, которые стоит за это бороться. Тем более, ваша музыка, она... Нельзя сказать, что она национальная. Нельзя сказать, что она фольклор. Она абсолютно какая-то космическая. У меня такое ощущение, когда я бываю на ваших концертах, я как-то отрываюсь от земли и куда-то к звездам летаю. Вот у меня такое ощущение. У вас есть такое ощущение, когда вы поете, что вы отрываетесь и куда-то в космос летаете? Есть. Наоборот, это единственное место, где можно свободно себя вести. Абсолютно. Ты можешь себя, как бы, почувствовать свободно. Себя делать лучше. Вы себя тоже делаете лучшими? Ну, конечно, конечно. Я же тоже просыпаюсь там, где информационное пространство говорит только о негативах и только сложностей. Детей убивают, людей убивают, отбирают территорию. Я тоже в этой стране. Я болею за эту страну. И, конечно, иногда можно потерять себя, чтобы найти, и эта сцена позволила. Не, но когда были очень трагические дни, вы создавали тогда музыку для Грузии? Вы знаете, что я... И какая она была у вас? Да, у нас... Я помню, что у нас есть альбом красный, который очень сложно мы записали. Мы именно посвятили. Не то, что это все эмоция была именно 2008 год. И это настолько сложно было. Настолько сложно было его носить и петь. И мы везде об этом говорили. Очень сложно было. И мы сразу... Просто, представляете, как-то мы как-то потом записали зеленый, там, green, и чуть-чуть успокоилась душа. Естественно, это больно. Очень больно, конечно. Когда вы сочиняете музыку, цвета влияют... Природа влияет на вас. Вы знаете, что... Как вы сочиняете вообще? Я не знаю вообще. Вот так, вдруг садитесь и сочиняете. Мы сочиняем Бетхоун, Чайковский, Лист, а мы просто как-то рисуем чуть-чуть. Ну, как вы рисуете тогда? У нас же целые альбомы, камо-альбомы. У нас же все альбомы цветовые, как красный, белый, черный. Ваши альбомы вы называете цветами, разрисовываете цветах. Почему именно? Цветами. Потому что это более свободное, как бы... Ты даешь свои слушатели... Природные. Да, да. Ты просто даешь какой-то... Как бы на холсте, чтобы делать том, как бы... И даешь возможность сам рисовать. И мы даем как... Блэйк, вайт, грин, рэд, блю... Вот рэд, когда вы давали, красный. Да, красный, это было 2008. Агрессивный цвет и... Не агрессивный, очень огненный. Огненный, да. Больно. Болезненный такой. Цвет крови вообще, я не знаю. У вас есть какая-то песня, которая, допустим, объединяет весь мир вот в этой песне. В смысле, не объединяет, что все одинаковые. Но эта песня, понятно, всему миру должна быть. Мне кажется, что вопрос не то, что мы создаем и что делаем. Вопрос то, что... Я сегодня когда посмотрела на Фейсбук, мы смотрим, и там была фантастическая такая разрисовка. То есть целая такая культура. Там есть ябошка, которая отрезает кусок своей одежды, потому что там спит кошка. То есть вся... Чтобы не потревожить кошку, да? Да, чтобы уважать целую жизнь, мы учимся то, что уважать чужую жизнь. Поэтому мы же готовим какой-то материал для того, чтобы показать другому человеку, что мы признаем вас, и мы уважаем вашу жизнь. И поэтому мы такие хорошие, чтобы вы тоже уважали нашу жизнь. Это все абсолютно как бы... То есть, а знаете, что не черепа, талантливость, это не то, что ты создаешь, а талантливость. Когда ты кого-то... Как ты видишь, какой талант настолько... Как ты воспринимаешь... Как ты признаешь его талант. Вот твой талант столько же, сколько ты можешь признать другого человека. Вот в этом твой талант. И поэтому как-то очень сложно, просто когда раздвоение внутри у меня очень сложное сейчас состояние, потому что есть какие-то вопросы, которые мне нужно для себя решать еще раз каждый раз. Мне это приходится делать. Но все время нужно искать сложный путь для того, чтобы ты показал миру, что мы вас признаем, и нужно... Чтобы вас приняли. Мы приняли. Нина, а вот езжая на концерты в каких-нибудь европейских городах, допустим, европейских, а потом не европейских, немножко страны, где немножко отстали. Ну, нельзя сказать. Люди не всегда правильно понимают одну и ту же музыку. Вы подбираете свой репертуар? Или один и тот же? Я... Репертуар я не могу подбирать, потому что репертуар есть репертуар. Ну, я делаю расклад по-другому, естественно. Что значит по-другому? Вы знаете, что сразу мы не предлагаем какой-то, допустим, такой сложный репертуар. Мы как-то разговариваем. Постепенно. Да, постепенно, да. Очень люблю находиться в зале в таких местах. Я обнимаю людей, спускаюсь. Там еще очень хорошие... Люди же везде похожи друг к другу абсолютно. И лицами, и везде. Находишь одинаковых людей. И просто кто-то похож на бабушку, кто-то к дому, маму. И ты приезжаешь, кто-то и разговариваешь. Абсолютно какая-то семья просто. Единая. Мы земляне, да, получается все? Да. Да. Нино, а ваши песни все почти на... Не почти, а все песни на грузинском. Вы знаете, что я пою на грузинском, да. Я спела единственное произведение, это на украинском, черно-брэйце. Да? А почему именно на... К вашей музыке подойдут и английский язык, допустим? Нет, у меня... Я знаю, что я собственная воля грузинка. И мой речь абсолютно, как сказать... В унисуне. В унисуне, в гармонию, в состоянии моих эмоций. И мне легко через это... Разговаривать с другими, да? Я же не демонстрирую себя. Я проживаю, живу со своей жизнью. И поэтому... И есть еще там такая дипломатичная, политическая история, что все должны разговаривать на своих языках. Да, я тоже так считаю. Потому что огромная культура в языке. Да. Это не только разговорная речь, это культура, которая веками идет. Да, еще когда человек... Я когда молчу и объясняю кому-то, вот, мысленно любви, это мой грузинский язык. Значит, это... А и вас вы тоже видите грузинский язык. Да, поэтому я считаю, что это важно. Еще она очень красивая. У нее есть какой-то темперамент. У нее есть огромнейшая такая... Музыкальность. ...информационный язык. Оно дает как-то... Иногда мы говорим вот этот негласных звучание. Очень интересно звучит в музыке. Мы его используем как ритм, как как-то... И оно очень интересно... Оно еще позволяет узнать... О стране. Откуда поется это? Да, конечно. Идет огромнейшая информация, да. Да. А фольклор что вносит в вашу музыку? Фольклорная музыка. Вы же часто употребляете мотивы? Мы часто употребляем, потому что, во-первых, стараемся абсолютно как-то освободить, просто дать форму, как мы сегодня чувствуем, но внутри все равно есть вот это плетение. Зелено остается. Да, обязательно остается, во-первых, потому что фольклор, я сказала, что это самый такой верный, сильнейший импульс человечества. Для других информационный импульс, да, Нино? И какая, какая... как вы пришли вообще к этому вашему вот, вашему стилю Нино? Это же нигде не написано, нигде не прочитано. К сожалению, не было у меня возможности как бы учиться к этому, и я думаю, что, может быть, что-то другое, форму нашли бы еще интереснее. Но это ваше. Да, но жизнь так получилась, что все время нужно было спасаться, все время нужно было... Держаться на плаву, да? Нет, это просто выжить. Да, конечно. Все время начинаешь начало, потому что, ну, Грузия такая маленькая страна, где не заставишь каждому человеку, чтобы сказать... Значит, что вот каждый третий день я делаю для вас концерт. Поэтому все время нужно что-то искать новое, что-то делать новое. И мы возвращались туда, что мы имеем. Кистоком. Я знаю, как вам тяжело было тиснуться в действительность грузинскую, потому что настолько традиционная грузинская песня и настолько сложно исполняемая, что не всем это дано. Дано, дано. Выполняем? Ну, не знаю. Мне кажется, что для нас это очень легко. Иногда... Вы знаете, что для меня сложно, допустим, другие грузинские произведения, потому что... Новые. Не новые, а вот такое городское пение. И я очень люблю, я все время стараюсь быть там рядом, где-то послушать, потому что там другая мелизматика, другое понимание слов в мелодиях. Потому что у них традиции пели так же, пели бабушки, дедушки, мамы, папы. А я родилась в греческом пространстве, я слышала совершенно другую мелодичную гамму. Что значит в греческом пространстве? Я где родилась, в Кабулете, там половина населения были греки, в школе, где я училась, половина сектора, это был русский сектор, там учились греки, дети греки. И у них такая... Такая фонетика совершенно другая. Они танцевали как грузинский хорум, такой в кругу, и они танцевали сиртаки, и я видела, как они танцевали, мы тоже танцевали в школе, и я пела вместе с ними. Эта музыка оказала влияние на вашу? Конечно, конечно. В каком смысле? Ну, мне кажется, вы знаете, что я очень люблю Грецию, вот исходя из... Потому что, во-первых, очень такая любимая история, что мы первый сосед, вот сосед как-то... И соседи православные. Алисты Мурадов, который был соседом в течение 10 лет, он всегда меня возил в школу, потому что у него был как раз вот там... По дороге вы не пели? И нет. И вы знаете, что вот пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло много лет, я так поняла, что я в состоянии каждый день кого-то возить в школу. То есть человек... Смогу ли я, да? И настолько он был чистым, честным и хорошим человеком, что когда я пришла к нему, осознавшись сказать ему спасибо, спасибо дяде Анистырю, ты мне возил в школу, вот, может быть, 3000, чем-то... Он удивился, он даже не понял. Для него было... За что надо благодарить? Да, и вот в таких людях, естественно, ты когда... Эти отношения ушли в прошлое, мне так кажется, сейчас никто так не сойдет... Нет, почему? Все жалуются на наши времена, что позитива меньше, люди как-то закрылись в своих домах, единственное, что их выглядит... Вы знаете, что мы сами создаем свой мир, так что... Если каждый... Разукрасим свой мир сами, да? Да, если каждый возьмет на себя, то есть, на свой участок... В микро. Да, мне кажется, что это тоже уйдет. Я никогда не думаю, что мне нужно включить все это в подъезде, если мой сосед не включит, давай я не... То есть... Да, я понимаю, это вы. Ты должен быть, отдавать в жизни то, что он дает тебе вернуть. Какой цвет вам больше всех нравится? Белый. Почему, Нина? Оно очень чисто. Чисто. А черный квадрат Малевича вам нравится? Тоже свободно. Что говорит вам этот рисунок? Вы долго смотрите на него? Там много красивой тишины, очень красивой тишины. Красивая тишина, да. Серьезно? Да. Все по-разному смотрят на это. И вообще искусство вам еще какое, кроме песнопения, джазовой музыки, дабутин-классика? В жизни, знаете, что оно переходит. Мы же не готовимся просто в репетиционную базу и потом приходим к музыке. В жизни ты стараешься, ты понимаешь, что если ты что-то с утра, ты... Ну, вообще-то самое главное, вот самое главное, вот это внутреннее состояние, чем ты начинаешь, с чего ты начинаешь с утра. Как ты встал? Это благодарность. Вот чувство быть благодарным. Посмотри на небо, скажи спасибо, что ты... Ну, да, хочешь смотреть. Благодарность. Надо сказать, благодарность всему просто. Солнцу, который светит, соседям, которые тебя как бы стараются, чтобы ты вместе с тобой жил. Всему просто, что у тебя есть, что тебе надо. Поэтому это музыка тебя учит этому, потому что... Облагораживает музыку. Тебя не принимает, если ты такой... Если ты не такой. Если ты думаешь, что ты пришла петь песню, а не готовился для встречи, как любовь. Мы считаем, что мы не находим любовь, а на самом деле нужно готовить для встречи, потому что оно огромное. Встреча с любовью. Не только с любимым человеком вообще. Любовь это все объявляющее, да? Да, любовь, сам состояние просто. Так что... Вы любили в жизни? Я всегда люблю, да, конечно. И это чувство вас привело к новому... Спасает, охраняет, конечно, конечно, конечно. Это как-то такое... Что такое любовь в ваших произведениях? Как оно звучит? Моё произведение звучит... Есть в одной песне у нас, что... Я знаю, что тебе понятны мои стихи. Да. Ну, это состояние благодарности. Каждосекундная благодарность. Ежесекундная, конечно. Вы какой человек вообще? Я лев. Ой. Да. Зато я понимаю... И чем вы проявляете себя вот в таком состоянии? Иногда бывает, что... Львиная натура где у вас проявляется? Ну, допустим, я задовольствием простила бы, если у меня было бы много детей дома, я готовила бы как мама. Ну и что? Это очень приятно. Да, да, очень даже. Да, я сейчас по этому бегу, чтобы забрать сыночка. Да, потому что он всегда скучает и всегда хочет, чтобы мама была рядом. А я пропустила его первый шаг, его первая тирада. Да, и я помню, что когда был первый день рождения, я стояла на концерте, целый концерт, весь концерт, я плакала, весь концерт. Бэ-э, а вот весь концерт большими слезами, никто не понимал, почему я плачу. Я говорю, давай, уставьте меня. Да, это было сложно на самом деле, потому что абсолютно такое... Раздвоение такое. Раз, то есть вот этот человек пришел в моей жизни, мой сыночек. Именно тогда, когда я думала, что мои все эмоции были, а также такой по-детскому прекрасные, чистые. На самом деле это не так, это был подарок. Просто мне пришлось заново научиться восхищаться по-детскому. Просто вот пройти... Обновляется жизнь, конечно. Вот этот фильтр чистоты. И он очень хороший. Как зовут нашего сына? Николашка. Николашки приведет отсюда. Нина, вы еще занимаетесь благотворительностью, я знаю. Я не занимаюсь уже благотворительностью, как фондом. Я, ну, что-то приходилось делать. Не то, что приходилось. Как-то встретилась эта жизнь, и я с удовольствием включилась в это. Ну, знаете, что это такое дело, которое... Мало того, ты должна знать, как это делать. Понять. Еще надо знать, как бы... Вопрос не только помогать, а помогать еще по-другому. Надо работать над законами. Как преподнести это все. Как преподнести, как... И как фундаментально работать с человеком. Потому что иногда, вот как-то вижу, что иногда вот это сложное состояние человека становится комфортным. То есть, представляете? И вот это очень сложно. Иногда вот есть сейчас много благотворительных... Каждый второй день у меня звонок, давайте сделаем благотворительный концерт. Я ему отвечаю, что так не делают. И нельзя... Это надо знать, как это делать просто. И сложно, и мало того, не может, а ты каждый второй день делать концерт благотворительный концерт. Мало того, не помогаешь, ресурсы тратишься. А сейчас, мне кажется, что у нас вчера был, позавчера был такой благотворительный концерт с фондом. Ямно, они делают фантастические вещи. Ямно на воскрес, да. Да, да. Думаю, что там... Успехов в этой группе. Я считаю, что если есть какие-то вопросы, но это вопросы не должны касаться ко всему делу. Мне кажется, что фонд Янана делал очень много хороших и делает очень много хороших. Есть какие-то процессы, допустим, как они помогают студентам. Есть дети, которые как раз остались без родителей и помогают. То есть много, много, много вопросов, которые помогают так, что невозможно сейчас людям об этом говорить. Да, и считаю, что... Очень много людей. Вопросы надо отучать на вопросы, но дело надо продолжать. Как с подоконниками, как с... Много чего надо... Все надо за все вопросы, которые задаются. Может человек делать какую-то ошибку, но нужно отучать именно конкретно, локально этому вопросу. А не касаться, не убивать то, что действительно работает, люди любят и делают хорошие дела. Это нельзя, потому что ты перестаешь верить хорошему. Кто... У этого нету только та информация, что только положительная. Там есть огромный еще процесс. Люди любят, когда хотя бы чем-то, прийти на концерт, купя билеты, они помогают кому-то. И это... Это как-то делаешь доброе дело. Возвышаешься в собственных глазах так получается. И это очень важно, чтобы как-то оберегали, не убивали, не уничтожали. Не уничтожали бы тех, кому ты это делаешь. Правильно. Не, ну на ваши песни делались клипы, да? Вы знаете, что у нас очень смешная история. Очень смешная история, то, что у нас не было ни одной клипы, вообще не было ни одной клипы. И вот недавно была такая хорошая история в нашей жизни, что в Грузии, вот сейчас скоро откроется, киношкола, которой будут учить такой внутренний какой-то менеджмент, такой продюсер, какой-то светохудожник, вот эта внутренняя история. Что профессионализм. Да, а нам предложили сделать клип. Это была Тина Барклая, которая переехала в Грузию и живет теперь сейчас со своей семьей, со своим мужем. Он тоже актер, вчера было у него через тени, это иновлик. И они сняли, снимали наш клип, знаете как? То есть приехали специальные режиссеры, то есть операторы, художники фантастические. И мы походу создавали какие-то, как бы, декорации. И студенты это все исполняли. А остальное, главное, работу, естественно, делать Тина Барклая. И это было очень хорошо. На какой песне вы создали? Это было Yellow Dogs. Которую мы сейчас... Нет, мы сейчас, который сюда поставили, нет, это было в Вело в этом альбоме, первая композиция, можем его послушать. А еще сделал какой-то телевизионный проект, который Каха позвонил, Каха Берц из Коридзо и сказал, что давай сделаем, давай сделаем. Вот это делается ролик. Самостоятельно просто. Знаете, из-за того, что нету телевизионного такое место, где ты, куда, это огромное вложение финансовое. Лучше пойти купить какую-то новую примочку, какой-то инструмент, чем просто вложить и не где его выставлять. И только-только интернета, ну, мы считаем, что можно и концертная запись. Ну, все-таки интернет свою роль играет вообще. Да, но можно концертную запись поставить туда, не тратить очень много денег, потому что есть новые инструменты, которые хочется приобрести. Перед выбором становитесь, да? А, да, клянусь, вот 10-15 лет, все время вот перед этим выбором. Лучше купить хорошую гитару, хорошие клавиши, хороший микрофон. Ну, какую бы песню хотели бы сделать еще на видео, на ролике, допустим, да? Вот мечта же есть у всех своя? Не знаю, если честно, на самом деле не знаю. Визуализация настолько, как все равно происходит в музыке, что мне кажется, что даже сложно. Никто не приходил к вам в качестве ученика? Да, им очень просят, чтобы мы сделали школу, но это нечестно. Невозможно этому обучиться, да, Нина? Нет, возможно, все обучиться. По крайней мере, обучиться, относиться, освободиться перед самим собой. Просто много чего. Этому можно научиться? Да, можно научиться. Или надо прийти таким? Кто вас учил? Вас же никто не учил. Почему? У меня был фантастический маэстро Мурман Махарадзе, который учил, как летать звук, где его поймать, как продолжать дыхание, как найти пространство в мире, когда ветер, где его музыка. Когда вот, то есть, везде, когда дождь, какая там музыка. Какая философия лежит во всем. И да, и поэтому звуки мира, да, и поэтому это все. Не то, что учиться, вопрос, как учиться, когда ты желаешь что-то принять, информацию, чтобы оно стало твоим. Вопрос, чтобы кто-то тебе это показал вовремя. Да, старт. Да, старт, да. Но я считаю, что нечестно, когда ты называешь школу по именю, и ты бегаешь на гастролях, и приезжаешь. Нет времени с ним заниматься. Да, я считаю, что когда придет это время, я обязательно это сделаю, но сейчас я не могу. Я понимаю, не можете, но вы хотите, чтобы это продолжалось в других? Конечно, конечно. Музыка служит только добру. Я все-таки иду к тому, чтобы научиться тому, что вы делаете на сцене. Я не представляю, как этому можно научить. Вы знаете, что мир интересный, и когда много палитра, не надо быть как я. То есть Мария Калас абсолютно в статичном состоянии стояла. Но все равно это классика, а у вас... Нет, вопрос не в этом. Я тоже должна стоять, и может быть, если в Европе было бы какой-то стандартный, мне пришлось бы, какая разница. В классике тоже есть какие-то роли в оперном, когда оно именно индивидуально рассматривается. Своя импровизация тоже есть в классике, правильно? Да, больше классики, потому что как будто у тебя рамки, в этих рамках искаются другие палитры, и другая свобода – это лучшее состояние. Потому что у меня классическое такое мини-образование, и я знаю, что это такое. И поэтому мир интересный, красивый, когда все разные. Да, конечно. Палитра цветов. Поэтому Малевич тоже хороший, но там больше свободы искать. Это классика. Люди должны пробовать в разных формах себя, и нельзя его... Находить себя в разных формах. Абсолютно. И каждый день. Пусть меняют, пусть все это, но надо идти дальше. Нино, у нас осталась всего одна минута до того, как прозвучит ваша песня. Я хочу, чтобы вы нашим зрителям, нашим слушателям сказали бы что-нибудь, дали бы какую-то надежду. Вы знаете, что единственная надежда, которой можно позволить абсолютно соответственно сказать, что то, что мы проходим, то, что мы проходили, то, что наши дедушки, бабушки, то, что наши предки проходили, за что боролись – это главная любовь. Единственное то, что спасает этот мир – это... Мир спасает любовь и красота. Красота. И творчество, и люди создают... Представляете, я очень долго думала, почему в Грузии каждый человек чем-то знает. Кто-то счет, кто-то вяжет, кто-то готовит, кто-то вот эти... И очень, очень, мне кажется, что это непросто, что наши руки не называются, как ладони, оно сердце руки. И оно создает чудеса везде. Или готовит, или любое, или играет в любом пространстве, что бы мы ни делали. Поэтому, чтобы быть благодарным, быть благодарным и любить друг друга. Любить друг друга. И на этом мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Это программа «Грани Севой Бабалашули». У нас была Нина Катамадзе. Матер. И в конце нашей передачи прозвучит ваша песня. Какая, скажите, пожалуйста? Назвается «Баят». «Баятэби». Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо, Нина. Спасибо.